Привет! Сегодня мы поговорим про преемственность поколений. Александр Лукашенко же все время пытается выставить себя главным миротворцем планеты. И, видимо, ту же роль прочит своему младшему сыну Николаю. Лукашенко-старший недавно поговорил с российской пропагандисткой Ольгой Скобеевой и рассказал, что Николай сыграл немалую роль в переговорах между Украиной и Россией. Все время мне об этом говорит, подталкивает. Да, говорит, надо, 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 надо это, надо все заканчивать. Я говорю, я понимаю, но ты, говорю, что не все понимаешь. Это далеко не первый случай, когда политик заявляет о серьезном влиянии своего сына на внутреннюю или внешнюю политику нашей страны. Он еще говорил, что Николай близко знаком с мировыми лидерами и у него много других серьезных достижений, например, в спорте. Давайте вспомним эту и другие истории за последние годы, когда Лукашенко и пропаганда делали из сына политика влиятельную персону с необыкновенными способностями. А чтобы это видео посмотрело как можно больше людей, поставьте под ним лайк, пожалуйста, и подпишитесь на зеркало, если для вас это безопасно. В 2017 году Лукашенко обратился к народу и парламенту, как он каждый год это делает. И тогда политик затронул сферу образования. Он заявил, что дети много болеют, а болезни эти связаны с тем, что они мало спят. В качестве примера он привел школьное будни Николая. Спрашивал, слушай, ну а как на первом уроке? Да папа ничего, все спят, и я там прикорну немножко. Я говорю, слушай, ты же сын президента, нельзя так. Ну, спать хочу. Лукашенко добавил, что занятия в школах должны начинаться в 9 утра. И неважно, в котором часу начинается рабочий день у родителей учеников. К этой теме он вернулся и спустя месяц, в мае. Надо нам менять график работы школ. Раньше 9 часов уроки начинать не надо. Пускай родители думают, нам надо в этом плане менять ситуацию. И то, что родители выступают против такого решения, для Лукашенко не было особо важно. Ведь надо думать о здоровье детей и о том, как они усваивают материал, сказал он. Но вот Николай с отцом не согласился. Утром одно мнение я уже получил. Ты не то делаешь, не надо в 9 часов, как родители детей повезут. Это же не сын президента едет. Это мой родной сын выступал сегодня в 7 часов утра. В том же 2017-м Коля защищал и десятибальную систему. Об этом Лукашенко рассказал на Республиканском педагогическом совете. Когда я у него дома спросил, он говорит, да нормальная она, мы уже привыкли, сказал Лукашенко-старший. Ну и после этого на десятибальную систему уже никто не покушался. Нередко Лукашенко и пропаганда рассказывают о серьезных спортивных успехах Николая. Ну это понятно, образ похож на тот, что создают для его отца. В марте 2022-го в Раубичах прошла традиционная Минская лыжня. В этом турнире всегда неизменно побеждала команда Лукашенко. В том году за победу боролись 15 команд. В составе команды, кроме самого Лукашенко-старшего, выступали его личный врач Светлана Коношенко, экс-биатлонистка Людмила Калинчик и сын политика Николай. Все они на отлично справились со стрельбой, закрыв все мишени, ни разу не промахнувшись и тем самым справившись с дистанцией без штрафных кругов. Так восторженно писали об этом всем на сайте Лукашенко. Но после того, как они финишировали, команда политика вдруг решила выступать вне конкурса и первое место отдали Витебскому облсполкому. Вот еще интересная история. 1 сентября 2022-го Лукашенко провел открытый урок по истории. Он там много ошибок наделал, но сейчас не об этом. Ему аудитория задавала вопросы, и отвечая на один из них, политик заявил, что «нацист – это националист худшей закваски, который преувеличивает свою нацию, унижает, оскорбляет, вытирает ноги о других». В качество примера он неожиданно привел своего хорошего знакомого и друга его сына Николая, экс-президента США Барака Обаму. При этом отметил, что хорошо к нему относятся. И обратился к сыну. Хороший человек, баскетболист, обещал с тобой поиграть в баскетбол. Но он тебе говорил, давай быстрее, а то говорит, я со старость. Разбирается Николай и в военном деле. В январе 2023 Беларусь передала российским военным крупную партию индивидуальных аптечек. Лукашенко тогда заявил, что новое изделие одобрил именно его младший сын. Этими подробностями политик поделился во время посещения полигона «Абуз-Лесновский». Там он вручил российским военным индивидуальные медицинские аптечки, которые были разработаны исключительно на белорусских предприятиях и укомплектованы белорусской составляющей. Это сын мой младший принес мне натовскую аптечку и нашу. Папа, ну это что такое? И начал разворачивать. Говорит, это жизнь людей. У меня учатся биотехнологически. Ну сейчас у них как у врачей. Но он по жизни доктор. И начал мне это рассказывать. Ну я начал рассматривать детали. Натовская, украинская, польская, но они на базе натовских. И российская, белорусская, те более практичные. После этого, сказал Лукашенко, буквально за пару месяцев были разработаны новые белорусские аптечки. Когда я принес малому голову, ну посмотри, это он сейчас развернул. Утром мне говорят, да, это говорит лучше. Ну и вот эта история про переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. 14 июня этого года в интервью с Кобеевой Лукашенко рассказал, как организовывались переговоры между Украиной и Россией вскоре после начала войны. По его словам, Николай сыграл в этом немалую роль. Он вроде как помог организовать телефонный разговор с президентом Владимиром Зеленским. Каким образом? Об этом Лукашенко подробно рассказывал раньше, в марте 2022. С Николаем связался народный депутат Украины Евгений Шевченко. Он целую ночь торпедировал всех моих помощников, службу безопасности. Ну а когда ему сказали уже, ну сколько можно, ну хватит, хватит, президент с тобой пять раз разговаривал. Он вышел на моего меньшего сына по телефону. Оказывается, когда-то они на Припяти мы были, запускали калийный комбинат, обменялись телефонами. Он и его нашел ночью. И, по словам Лукашенко-старшего, сын уговорил его связаться с Владимиром Зеленским. Я ему помню тогда сказал следующее, я говорю, Володя, как к ребенку, как к сыну относился, пойми, война на твоей территории. Он, вот они такие, я говорю, ну я все понимаю, агрессоры я, и Путин, все агрессоры. После этого разговора, рассказывал Лукашенко, президент Украины в конце концов согласился провести переговоры с российской стороной на территории Беларуси. Но впоследствии они были перенесены в Стамбул. Видите, какие серьезные геополитические вопросы учится разрешать младший сын Александра Лукашенко? Эх, видимо, мем про доколе и не мем-то вовсе.